В России, по данным Яндекс.Маркета, продается уже более десятка ноутбуков с новыми видеокартами NVIDIA RTX, так что пора разобраться, имеет ли смысл их брать или же GTX оказывается выгоднее. Увы, ожидать низких цен не стоит, ведь линейка RTX начинается с 2060, которая стоит на 50% дороже, чем 1060. Более простых видеокарт с поддержкой трассировки лучей нет и с высокой долей вероятности уже не будет. Хотя, конечно, уже были упоминания RTX 2050, именно как мобильные видюхи для некоторых ноутбуков, но пока что все это еще на стадии слухов. Поэтому минимальный ценник за ноутбук с RTX порядка 100 тысяч рублей, и это главное, что нужно запомнить. Ну а спонсор сегодняшнего видео SmartySale, сервис умных покупок, где вы всегда получите высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов, минимальная сумма для снятия практически отсутствует, и, конечно же, имеются мгновенные выплаты удобным для вас способом. А также, что немаловажно, кэшбэк начисляется в валюте вашей покупки. А для пользователей всех популярных браузеров, то есть Хрома, Яндекс.Браузера, Оперы и Мозилы, имеется специальное и очень удобное расширение. В общем-то, не стесняемся и переходим по ссылочке в описании, ведь покупать со SmartySale куда удобнее. Начнем с базиса, и, как уже говорилось ранее, это та самая RTX 2060. Отличается она от десктопной только в сниженных на 10-15% частотах, а физический чип полностью одинаков, то есть это, грубо говоря, та же самая видеокарта, и в большинстве случаев производительность будет где-то на уровне 1070. Все представленные на рынке модели оснащаются шестиядерными Core i7, и в общем и целом это даже перебор для такой видеокарты, ведь они способны справиться даже с RTX 2080. Проблема в том, что более логичных версий с четырехъядерными Core i5 пока что нет, и, возможно, даже не появятся. Минимальным и в то же время оптимальным объемом памяти можно назвать 16 ГБ. Именно столько становится в самые простые версии ноутбуков с такой видеокартой, и, естественно, брать 32 ГБ просто нет никакого смысла. Что же касается разрешения экрана, то все представленные на рынке модели предлагают Full HD дисплеи, и, опять же, это оптимальное разрешение под нашу видюху. Остальные тонкости нужно подбирать уже под свои требования. Большинство подобных ноутбуков идет в связке SSD с жестким диском, поэтому подобрать вариант и сэкономить изначально на SSD-шке будет не так уж и просто. Зато от лицензионной винды можно уж точно отказаться, ведь переплата за нее идет огромная. Ну и самый главный вопрос, имеет ли смысл брать такие ноутбуки? В среднем цена за решение с Core i7 плюс RTX 2060 находится в диапазоне от 120 до 130 тысяч рублей, и за эти же деньги можно взять примерно аналогичный вариант с GTX 1070. И тут более чем очевидно, что RTX лучше. Да, у нас будет на 2 гигабайта меньше видеопамяти, но для Full HD это не важно. И, что самое главное, 2060 все-таки чуточку холоднее, свежее, да и в принципе есть лучи, которые пока мало где увидишь, но тем не менее. Я бы сказал, что идеальным решением в таком бюджете будет MSI GE63 8SE Raider RGB. Его цена как раз таки в районе 125 тысяч рублей, и с учетом всех нюансов она явно оправдана. Следом идет уже более уверенная RTX 2070, и к сожалению здесь все совсем не так, просто как с 2060. Начнем с того, что 2070 и 2080 могут существовать в нескольких версиях, в том числе и Max-Q, которые между собой могут отличаться в производительности до 30, а то и 40%. То есть доходит просто до смешного. RTX 2070 Max-Q в максимально урезанном варианте с TDP 80 Вт может оказаться медленнее мобильной 2060, при том, что стоит дороже. Поэтому будьте внимательны в выборе такого ноутбука и пристально изучайте, какая именно там версия 2070. Мы же в свою очередь советуем самую топовую с родной частотой от 1200 МГц и теплопакетом в 115 Вт, которая к сожалению все равно слабее десктопной 2070, где и частота выше и теплопакет в 170 Вт, за счет чего реальная разница в производительности находится на уровне 10-15%, то есть мобильная 2070 приблизительно на уровне GTX 1080. И то получается, что в 12-м директе новинка чуточку мощнее, а вот в 11-м даже проседает. Что касается процессора, тут опять же ставится 6-ядерный Core i7-8750H. И вот это теперь уже минимально достаточный уровень производительности для такой видеокарты. В случае же с оперативкой все примерно так же, более 16 ГБ просто нет смысла брать, а вот с дисплеем уже есть небольшое разнообразие. Можно задуматься о 4К разрешении, однако нужно понимать, что в большей степени у вас будет 30-40 кадров, чего явно недостаточно. Поэтому оптимальный выбор разрешения это Full HD, и при этом можно обратить внимание даже на панели с повышенной герцовкой, которые как минимум в онлайн игрушках вас порадуют. Ведь 120 FPS для 120-герцового монитора 2070 способно выдать, можно сказать, в любом онлайновом проекте. Да, местами нужно будет похимичить с настройками, зато вы получите действительно приятную и плавную картинку. Остальное наполнение опять же стоит выбирать по потребностям. Естественно, эти ноутбуки имеют сочетание SSD и харда, где различия будут лишь в их объемах, и конечно же всегда можно сэкономить на операционной системе. Ну а теперь самый главный вопрос. Есть ли в принципе смысл покупать ноутбуки с RTX 2070, когда есть неплохие аналоги с GTX 1080? Я бы сказал, что в том случае, если вам важна трассировка лучей и вы смотрите в будущее, плюс альтернатив с 1080 значительно дешевле нет, можно обратить внимание на подобные ноуты. Хорошим вариантом является Asus ROG Strix SCAR2 GL704G W. Его ценник как раз таки в районе оптимального в 150 тысяч рублей, и это хороший пример подходящего нам ноутбука. Остаются ноутбуки с RTX 2080, и тут имеется похожая проблема, как и с 2070, а именно различные конфигурации частоты и TDP. Самая слабая Max-Q версия поражает, и к сожалению, не в лучшем смысле этого слова. Так, минимальная возможная частота может быть всего в 735 МГц, что аналогично уровню видеокарт 10-9 летней давности. При этом и теплопакет смешной, всего 80 Вт, что позволяет устанавливать эту видеокарту даже в ультрабуки. Но с другой стороны, такая урезанная версия реально будет лишь ненамного быстрее мобильной GTX 1070, при куда более высокой цене, что, конечно же, не имеет смысла. Поэтому мы будем рассматривать только максимально возможную версию с частотой около 1300 МГц и тепловыделением выше 150 Вт. Да, это все еще меньше, чем у десктопной версии, где имеется 1500 МГц частоты и 215 Вт TDP, так что по производительности мобильная 2080 снова же будет отставать от десктопной процентов на 10-15. Но даже с учетом всего этого, она примерно на уровне полноценной GTX 1080 Ti, отставая примерно на 5-10%. То есть производительность мобильной 2080 просто поражает. Что же касается процессоров, то тут тоже все более чем стандартно. Пока что имеется решение лишь с Core i7-8750H, который более чем оптимален, даже с расчетом под 4К разрешение. Однако могут быть ситуации, когда процессор загружен на 100%, а видюха процентов так на 80%. Но в скором времени появятся ноутбуки и с более мощным процессором Core i7-8850H и другими. За счет чего выровняется общая картина, и тогда бутылочная горлышко заметно не будет. Но и то лишь в том случае, если вы захотите получить максимум FPS при Full HD. Ведь повышенное разрешение уже куда больше нагрузит видеокарту, и тогда даже нашего привычного 8750H будет более чем достаточно. Так что 4К это явно наш выбор. Что же касательно остальных комплектующих, то тут все более чем понятно. В случае с оперативкой вам хватит и 16 гигабайт, но очень часто в такие решения ставят уже 32. По сочетанию жесткого диска и SSD тоже все в ваших руках. Ну и наконец в случае с операционкой, если будет возможность на ней сэкономить, то нужно это сделать. И конечно же самый главный вопрос, а стоит ли в принципе покупать ноутбуки с RTX 2080? В общем и целом, если у вас есть около 200 тысяч рублей, и вы хотите получить максимальную производительность в играх в достаточно компактном лэптопе, это лучший выбор, так как решения с GTX 1080 будут слабее процентов на 15-20. Хороший пример такого ноутбука MSI GT63 8SG Titan. Хотя конечно не стоит забывать, что за немыслимые 300-400 тысяч рублей есть ноутбуки с двумя GTX 1080, которые местами все же будут быстрее RTX 2080. Ну вот стоит ли переплачивать ради 5% производительности еще 1100-150? Я думаю вопрос риторический. На этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу ноутбуков с RTX видеокартами, как считаете, может ли появиться 2050? И конечно же подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и пока!